Привет! А знаете ли вы, что у большинства людей запах шашлыка сразу ассоциируется с праздником, весельем, отдыхом на природе и мгновенно поднимает настроение? И это уже не говоря об остром желании отведать горячий, ароматный, сочный кусочек мяса, идеально приготовленный на углях. И сегодня мы с бабушкой Специи рады поделиться с вами пятью лучшими рецептами приготовления шашлыка. Поверьте, данные рецепты, топ-5 рецептов, не оставят равнодушным ни одного любителя шашлыка. Итак, приступим! Первое. Простой рецепт шашлыка. Специально подходит для тех, у кого нет времени ждать, когда мясо для шашлыка промаринуется. Мы с бабушкой Специи предлагаем вариант маринования шашлыка на скорую руку. Шашлык будет мариноваться в то время, пока вы будете разжигать костер или готовить углей. Для этого шашлыка вам потребуется Два килограмма свинины, Один килограмм репчатого лука, Лавровый лист, Свежемолотый черный перец, Щепотка шафрана, Соль. Мясо в данном случае исключительно должно быть свежее. Его мы режем на порционные куски и выкладываем в емкость, где будет мариноваться наше мясо. Попробуйте приготовить шашлык по такому простому рецепту. Приятного вам аппетита! Второе. Шашлык из свинины в белом вине. Для такого рецепта нам потребуется Два килограмма свиной шеи, Четыре репчатых лука, Полтора стакана белого сухого вина, Полтора стакана воды, Три столовые ложки растительного масла, Черный молотый перец, Лавровый лист, Черный перец горошком. Все делается очень просто. Мясо режем на порционные куски, Лук нарезаем кольцами. Теперь берем кастрюлю, Либо другую емкость, Которой будет мариноваться наше мясо. На дно укладываем первый слой мяса, Перчим его, Кладем лавровый лист, На дно укладываем первый слой мяса, Перчим его, Кладем лавровый лист, Черный перец горошком И слой лука. Выкладываем еще слой мяса, Также его перчим, Кладем лавровый лист, Черный перец горошком, И слой лука. Продолжаем, Пока не закончится мясо. Теперь добавляем растительное масло, Вино и воду. Количество вина и воды Может быть уменьшено, Либо увеличено в пропорции Один к одному. Исходя из условия, Чтобы мясо было немного покрыто Жидкостью. Теперь необходимо будет время От времени перемешивать. А готовить шашлык Будем только завтра. И вот, Когда мясо у нас промариновалось, В мисочке надо растопить 50 грамм сливочного масла. Это где-то на 4 шампура. Теперь нанизываем Наше мясо на шампура И аккуратно ложечкой Поливаем мясо Небольшим количеством Растопленного сливочного масла. Попробуйте приготовить Такой вкуснейший Шашлык из свинины В белом вине По нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита! Третье. Шашлык в йогуртовом маринаде. Шашлык по этому рецепту Получается просто отменный. Для его приготовления Нам потребуется 2 кг свинины 1 стакан несладкого йогурта 6 репчатых лучин 4 зубчика чеснока 1 лимон Щепотка шафрана Черный молотый перец Соль Свинину нарезаем на порционные куски Щепотку шафрана Предварительно замачиваем В столовой ложке теплой воды На 15 минут Тем временем Лук нарезаем кольцами Чеснок следует Очень мелко порубить Теперь берем емкость Для маринования нашего мяса И укладываем на дно Куски свинины Перчим Солим Все это делаем по вкусу Посыпаем его Немного чесноком И укладываем слой Порезанного лука Так продолжаем Пока не закончится мясо Теперь заливаем Все это йогуртом Добавляем воду с шафраном И сок 1 лимона Оставляем в таком состоянии На пару часов Затем перемешиваем И оставляем еще Часов на 6 мариноваться Попробуйте приготовить Такой шашлык В йогуртовом маринаде По нашему с бабушкой рецепту Приятного вам аппетита Четвертое Мясо в сливках Мы с бабушкой думаем Что немногие делали шашлык Из свинины Маринованный в сливках Но исправить это Никогда не поздно Чтобы приготовить шашлык Нам необходимо взять 2 кг свинины 5 репчатых лучин 7 спелых и сущных помидор Или 1 стакан томатного морса 1 стакан сливок Лавровый лист Черный молотый перец Соль Мясо свинины режем На порционные кусочки И тут же натираем Его черным молотым перцем Репчатый лук и помидоры Нарезаем кольцами Все это укладываем Слоями в кастрюлю Не забываем про лавровый лист Между слоями Заливаем сливками В случае, если не было помидор То вливаем томатную морс Или пасту Ставим все это Под гнет на несколько часов Готовим костер Мясо Нанизаем на шампура Перед этим Не забыв посолить его По вкусу Мясо можно нанизать В перемешку с луком И помидорами Жарим шашлык на углях Порядка 15 минут Приятного вам поедания Шашлыка из свинины В сливках И томате Пятое Шашлык в минеральной воде Как-то делали Мы с бабушкой Такой шашлык из свинины Маринованным В минеральной воде Откуда у нас этот рецепт шашлыка Мы не помним Но получилось Очень-очень вкусный шашлык Для его приготовления нам потребуется 2 килограмма свиного мяса Шея Отбивная Минеральная вода 4 репчатых лучин Черный молотый перец Молотый кориандр Соль Мясо свинины нарезаем на порционные куски Лук режем полукольцами Свинину перчим И посыпаем молотым кориандром Далее укладываем мясо вместе с луком в кастрюлю И заливаем минеральной водой Чтобы минеральная вода покрыла мясо Ставим наше мясо под гнет И оставляем на 4 часа Затем солим по вкусу Нанизываем на шампура И жарим на углях Приятного вам шашлыка поедания! Мы надеемся, что вы возьмете на вооружение Один из рецептов Мой и моей бабушки специи Попробуйте приготовить шашлычок По нашему рецепту Приятного вам аппетита!